Огромные как титаны, жилистые и сухие, взрослые и маленькие, или и вовсе лишенные жизненно необходимых частей тела. Всем привет! И это подборка невероятных атлетов, каждый из которых обладает своим особенным телосложением и возможностями. Поехали! Жидрунос Савицкас Единственный человек в силовом экстриме и пауэрлифтинге, который обладает титулом самого сильного мужчины в мире по всевозможным официальным версиям. Да еще и четыре раза в девятом, десятом, двенадцатом и в 2014 годах. Он неоднократно побеждал в турнирах «Стронгестмен» и «Арнольд Классик». В последнем, к слову, был первым восемь раз. Не обошла стороной Жидруноса и Книга рекордов Гиннеса. На его счету мировой рекорд в логлифте. Атлет поднял над головой бревно весом в 220 килограммов, а также личный. Метание груза в 25 килограммов одной рукой на 5 метров 20 сантиметров в высоту. Что касается его физических параметров, то Жидрунос еще с малых лет выделялся среди сверстников крупным телосложением, а увлечение пауэрлифтингом превратило его в настоящего гиганта. При росте 191 сантиметр его соревновательный вес достигал 180 килограммов, а хват бицепса 60 сантиметров. При таком раскладе Жидрунос Савицкас жмет от груди 286 килограммов, приседает с 425 килограммами, а зафиксированный рекорд становой тяги 507 килограммов или 1117 фунтов. Правда, в карьере знаменитого лифтера были черные полосы. Фактически, в начале спортивного пути, в результате тяжелейших тренировок на износ, Жидрунос получил серьезную травму колена. Врачи в один голос говорили о том, что со спортом нужно покончить. Но, вопреки всем, Савицкас начал интенсивно заниматься своей реабилитацией, потратив на это почти год. В результате его ожидало триумфальное возвращение со множеством призовых мест и побед в дальнейшем. Так что литовский силач заслуженно занимает место в списке самых сильных мужчин нашей планеты не только телом, но и духом. Не уступает ему в категории сильнейших и этот украинский спортсмен. Дмитрий Халаджи без труда справится с любой ношей, будь то конь или бревно. Чемпион пауэрлифтинга в отдельных упражнениях и звезда силового экстрима внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 63 рекордов. Первый был совершен еще в цирке, когда Дмитрий поднял над своей головой камень весом в 152 килограмма. Этим он побил рекорд, не поверите, совершенный еще в шестом столетии до нашей эры античным атлетом Бибоном. Знаменитому древнегреческому атлету Бибону удавалось поднять одной рукой камень, вес которого составлял 143,5 килограмма. Этот своеобразный снаряд сохранился до наших дней. Он покоится в музее города Олимпия. На камне имеется надпись на древнегреческом. Я, Бибон, сумел оторвать этот камень от земли и поднять его одной рукой над головой. Рекорд Дмитрия заслуживает уважения, но не стоит забывать о бинтах на руке и о том, что вес изначально располагался на уровне пояса атлета, а не на земле. С другой стороны, поднять 152 килограмма над головой даже с такого положения – невообразимое достижение. Второй рекорд стронгмена – чертова кузница. Здесь халаджи ложился на гвозди, а на грудь ему клали три блока общим весом в 700 килограммов, которые после разбивались кувалдами. Вообще рекордных достижений у Дмитрия так много, что это тема для отдельного топа. Добавим только, что как и предыдущий силач, он отличается не только железной силой, но и железной волей. В детстве халаджи получил значительные ожоги кипятком. 97% его кожи было повреждены. Он вынес 7 операций и 12 переливаний крови, после чего мышцы атрофировались, и в 6 лет ему пришлось учиться ходить заново. А сейчас перед вами сильнейший человек планеты, навсегда вписавший свое имя в историю. Следующий на очереди – Джон Орт и его 24-часовые подтягивания. Добившись ошеломляющего результата в 7600 раз, он стал абсолютным рекордсменом в суточном подтягивании на турнике среди мужчин. Рекорд был зафиксирован 11 июня 2016 года. Для достижения цели Джону понадобилось даже не все 24 часа, а всего 19 с половиной. Путем несложных математических вычислений можно подсчитать, что каждую минуту ему приходилось делать минимум по 6 повторений. В этом же году установила мировой рекорд по подтягиваниям среди женщин 36-летняя австралийка Ева Кларк. За 24 часа она подтянулась 3737 раз. В эти же сутки она параллельно установила еще два мировых рекорда по подтягиваниям среди женщин за час 725 раз и за 12 часов 2740. Все свои победы за этот день мама посвятила своим детям. Гельмут Штребль или как его называют «Человек-рельеф» – это самый сухой человек в мире с процентом подкожного жира всего в 4 единицы. Человек без жира словно состоит из мышечных сечений и волокон, каждая из которых отлично проглядывается. В свои 48 атлет отлично себя чувствует и продолжает не только активные тренировки, но и участие в соревнованиях. Идея заняться бодибилдингом пришла Гельмуту еще в школе, где слабого и худого по сравнению со сверстниками мальчика все время обижали. Первые тренировки проходили в домашних условиях с двумя пластиковыми бутылками, наполненными обычной водой. Но даже такой силовой тренинг, благодаря упорству и превосходным генетическим данным, позволили ему довольно быстро достигнуть размеров школьных обидчиков. В 16 лет Гельмут пришел в тренировочный зал и больше его не покидал. Как утверждает спортсмен, он совершенно натуральный бодибилдер. Идеальный рельеф атлета – результат интенсивных тренировок, стаж которым уже свыше 30 лет, низкокалорийное питание и постоянная дисциплина. Немало знает о дисциплине и это фитнес-диво родом из Молдовы – Элеонора Добрынина. Во время беременности девушка набрала целых 50 килограммов, но сумела преодолеть депрессию из-за большого веса не с помощью пищи, а за счет спортзала. За полтора года она привела себя в форму и сегодня ее тело – повод для поощрений и завистливых взглядов. Спортсменка также известна очень низким содержанием жира и по праву считается самой сухой девушкой в мире. Превратиться из пышки в терминатора, как периодически называют девушку в СМИ, она сумела без использования фармакологии. Конечно, мускулистому телу Элеоноры могут позавидовать даже мужчины, особенно те, которые могут похвастаться лишь одним квадратом округлой формы в области своего пресса – пузиком. Хотя можно взяться за дело и уже в скором времени добиться шести кубов на животе. А как насчет десяти кубиков? Мохаммед Десять Кубиков Али, получивший свое прозвище за, как вы уже догадались, удивительное разделение мышц живота. Конечно, не стоит забывать, что в большинстве своем стоит отдать должное генетике, одарившей этого атлета столь выразительным торсом. Конечно, не стоит забывать о его ежедневных тренировках, которые включают в себя сеты из более чем трех разных упражнений, нацеленных только на пресс. Прежде чем увидеть хоть какие-то результаты, много часов провел в зале и Ник Скотт. Рельеф, которым он может сейчас похвастать – это плод огромной работы над собой, как внешней, так и внутренней. Ведь несколько лет назад, буквально в один день, вся жизнь Ника резко изменилась. Тогда он попал в автомобильную аварию и оказался навсегда прикованным к инвалидному креслу. Не видя для себя никаких перспектив, он опустил руки, а стрелка весов вскоре перевалила за отметку в 136 килограммов. Появилось ли решение проблемы в одночасье или Ник долго обдумывал его, но однажды он въехал в инвалидной коляске в тренажерный зал. Ему пришлось много учиться, подбирать для себя тренажеры, приспосабливаться к новой технике работы на них. И вот сейчас бодибилдер без ног, как его окрестили, не только обрел уверенность в себе, но и помогает многим людям в инвалидных колясках обрести новую жизнь. Он также основал сайт в помощь спортсменам-инвалидам, занимающимся бодибилдингом, и успел выиграть на соревнованиях по бальным танцам на инвалидных креслах. Этот спортсмен бесспорно заслуживает оказаться в нашем рейтинге. И в заключение, атлет по-настоящему уникальный, Ричард Сандрак, это самый накачанный ребенок в мире. В возрасте шести лет он поражал всех своим по-взрослому атлетичным телосложением, а уже в восемь был официально признан самым сильным ребенком в мире. Благодаря своим физическим достижениям он даже получил прозвище «Маленький Геркулес». Родился Ричард в Украине в 1992 году в семье фитнес-инструкторов. Вскоре семья переехала в США. Когда Ричарду исполнилось семь, у него появился личный тренер Фрэнк Гордина. Последний, несмотря на многолетний опыт работы, был потрясен результатами юного атлета. А вскоре выдающиеся успехи Ричарда заметили СМИ, и он начал все чаще появляться в объективах фотокамер. Мнение по поводу того, нормально ли такое мускулистое телосложение для ребенка, до сих пор вызывает много споров. Спорным является и вопрос, только ли естественным путем были достигнуты такие результаты. Сейчас Ричарду Сандраху 24 года, и по своему телосложению он не особо отличается от своих сверстников, разве что только он работает каскадером в небезызвестной Universal Studios. И хотя те мускулы давно покинули его тело, звездное прошлое маленького Геркулеса еще долго будет его преследовать. Всем спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok